Как вообще коллектив узнал, что идет разговор о продаже или о передаче немцам предприятия? Как это вам было преподнесено? Значит, это было на планерке руководящего состава. То есть нас собрали начальников ЦИКО. То есть это не было общее собрание акционеров, удаление делаю на этом. Да, просто было собрание руководящего состава. То есть это как высшее звено, так и среднее звено на руководящем. И было объявлено, что у нас появился инвестор. Значит, когда это было объявлено, встал главный инженер и сказал, что Александр Петрович, мы сдали вам акции на хранение. Если так, то нужно вот эти акции вернуть. И как бы мы разберемся, что с ними делать дальше. Понятно, что инвестору нужен какой-то будет пакет. То есть мы определимся, по какой цене его продавать. На что он ответил, какие акции, они уже проданы. И вы говорите спасибо за то, что вы имеете работу. Значит, говорит, придет другой человек, и вы вообще долю получите. А так вы получите кое-что. Значит, как подтверждение вот этого, есть официальное показание главного инженера. Официальное показание, которое он давал еще два года назад в УБОС. Когда там крутили вот это, он официально все это написал. Значит, объясню, как это получилось у него все это. Первый этап это был дополнительная эмиссия. Значит, даже может не дополнительная эмиссия, даже еще раньше. То есть, когда создавалось, если с самого начала, эти 99-е годы, значит, было создано положение по акциям. По согласным положениям по акциям, ему должно было попасть 10%. Мацко. Мацко, да. Из этих 10% он говорит, опять вызывает руководящий состав, говорит, я директор, значит, я требую 25, чтобы я нормально мог руководить. Значит, остальное делите согласно вот этого же положения. Поэтому он как бы с самого начала отщипнул у каждого его долю. Каким образом? Это как-то юридически было? Значит, это был проект, который составлял несколько лиц. Ковальдов, Берликов и Полищук-Максим. Они это могут подтвердить. Значит, существовало такое положение. Но после этого, как он сказал, положение там похерили. И, вернее, 25% ему как бы вот это выделили. Остальное делили, как и предполагалось положением. То есть, в зависимости от должности, в зависимости от образования, в зависимости от проработанных лет. Поэтому, ну, скажу честно, что особо, вот, никто так не возражал, повозмущались, конечно, что слишком там добирал, сразу захватил 25%. Вот, ну, так как на то время была, в принципе, нормальная заплата, 13-14, то побухтели-побухтели и на этом закончилось. И, чтобы такого межличностного конфликта на то время не было, и зянь как бы тоже был в стороне его, на то время тоже зянь где-то там обычным рекламистом был. Поэтому, как бы, не было проблем. Потом он начал просить, что дайте мне вот еще акции. Ну, люди понимали, даже там, в лейдоуборщица, что эти акции все-таки стоят, и никто ему не спешил идти. Единственное, что там, по-моему, один или два человека сдали ему еще до второй эмиссии. Это всего там, всего лишь, это даже 0-0, там, какой-то процент. Но они сдали потому, что попались там, короче говоря, один забухал, вот, и, чтобы его не выгнали, он вот эту акцию отдал. И у второго тоже там что-то подобное такое. Поэтому, вот, как бы, это два человека, которые он за эмиссией, ну, их можно, в принципе, и не учитывать уже там настолько мизерный процент, что... Ну, и потом он понял, что никто ему акции не отдаст добровольно, поэтому он по подсказке, что его Любовича, вот, делает, откровенно говоря, флор. То есть, вторая эмиссия. Значит, вторая эмиссия – это дополнительный выпуск акций. То есть, если дополнительный выпуск, то увеличивается процентное соотношение. То есть, например, если взять за тысячу, вот, у меня был там один процент, то, чтобы восстановить мой процент, я должен докупить на тот процент, который увеличился. Или процент уменьшится. Да, да. Вот. Значит, согласно законодательству, за 45 дней должно быть уведомление в прессе о том, что должно быть общее собрание. И повестка дня. Значит, была повестка дня опубликованная, но никакой информации от повестки дня не было. Значит, есть две публикации, как доказательства, и эти доказательства есть в прокуратуре, вот, что, да, действительно, вот, публикации о повестке дня – это нет. Кроме того, есть десятки показаний людей, которые подтверждают, что никакого объявления, даже на доске объявлений не было бы. То есть, что произошло? Значит, он сделал протокол общего собрания, по которому, якобы, общее собрание приняло решение о дополнительной эмиссии. И в этом протоколе была включена вот эта дополнительная эмиссия. Раньше, вот я, как бы, сейчас анализирую законодательство, почему же Государственная комиссия не потребовала дополнительно протокол общего собрания. То есть, не общего собрания, а публикацию в газете, чтобы сравнить. Оказывается, такое требование появилось, вот, что комиссия должна перепроверять дополнительно, вот, в 2002 году. А он провел эмиссию в 2001 году. И там было написано, что всю ответственность за достоверную информацию несет тот, кто предоставляет документы. То есть, в принципе, комиссия понимала, что если там даже что-то не так, то она ответственности не несет, а вот протокол есть, чего ей там что-либо проверять. Значит, дальше, там две странности в этом протоколе. Подписи Церклевича и секретаря, вот, Любы. Значит, два варианта. Либо им дали, вот, тексты, которые они подписали, несмотря, либо же просто заменили страницы. Потому что подписи не на каждой странице, а там порядка 15 страниц от подписи только на последней странице. То есть, соответственно, ну, когда-то, когда давали показания, чтобы не подставить этих людей, вот, потому что это, как бы, обычные люди, я там написал, что, скорее всего, что поменяли страницы. Вот, потому что это, как бы, ну, лишний раз, даже если они знали, ну, мне как-то подставлять человека зачем. Вот, поэтому, вот, то есть, этот документ был подложным. И после этого он, получается, 90% вот этой дополнительной миссии приобрел, после чего у него стало 50%, более 50%. Значит, значит, для того, чтобы разбавить как-то, вот, что он понимал, что есть нарушения, он дал команду Линзе Ивонову, председателю наблюдательного совета, что ты там сделал утечку, что вот эти 10% вот можно докупить. И вот эти 10% 70 человек они как раз и докупили. Значит, я, например, написал заявление, вот, более чем на 100 акций, ну, мне дали, вот, вместо 100, 30. То есть, это, как бы, является полностью незаконным мотивированием. А чем мотивировали? Почему вместо 130? Ничем не мотивировали. Не, ну, как, сказали, что требования директора, чтобы вы вот эти акции вообще не покупали. Даже 10%. Потому что, вот, Беликов, с показаний, замдиректора по экономике, он, например, показаний показал, что он хотел докупить дополнительную миссию. Но Линзе Ивонову, вот, ему, как бы, сказал, ты же команду знаешь. Вот, пускай, ну, между людьми такими среднего уровня будет, вот, то есть, это, так, админсостав, специалисты вот такого среднего уровня. В том числе, на то время я тоже был не главный юрист, а был среднего уровня, специалист. Поэтому, чтобы, как бы, разбавить, вот, если там какая-то куромерка, чтобы подсунуть, вот, смотрите, вот, 70 человек приобрело, вот, а остальные 500 не приобрело, потому что им не надо было. Вот, поэтому, вот, так, как бы, выглядело вроде бы и так. Но если разобраться, то это уже 10% из вот этих 100 приобрело, когда у него уже было 90. Поэтому, вот, у него и получился вот этот контрольный пакет. После контрольного пакета он мог принимать любые решения. Вот, на основании того, что он, например, имел 50 процентов, более 50 процентов, он подарил себе, например, помещение площадью 500 метров квадратных. Каким образом? Значит, перевел вот этот, это цех розлива воды, и цех розлива вино. Вот, он вот это помещение, вот, переводит вино Интернешнл Плюс. Но это государственная собственность. Нет, это был единственный цех, который уныкнули от фонда госимущества, 500 метров квадратных. 500 метров квадратных цех розлива воды, вот, он переходит вино Интернешнл, Вин Интернешнл ликвидируется, и потом это переводится еще в другую фирму, в ЗАО-2. ЗАО-2, это тоже акционерное общество, вот, где... Это его личное. Вот он, как бы, переводит. Таким образом, он переберел на шар вот это предприятие, отобрал фактический язык. Вот, он собирает неофициально, как бы, собрание, вот, то есть это не было 5 собраний акционеров, вот, А так, руководящий состав, и кто захотел там прийти с работников, вот, неофициально, и объявляет, что, вот, тяжелые времена, кроме рейдера, вот, ваши акции, вот, чтоб не было соблазна, нужно спрятать, сдать мне на хранение. на хранение то есть принесите из дома и отдайте мне на хранение это не просто мои слова это есть десятки показаний людей которые слышали, как он это звучал вот этот клон, ЗАО-2 он, короче, говорит сдавайте в уставной фонд и получалось так, что они люди обменивали акции им выдавали пустушку акции пустушки обмен был один в десяти и они в уставной фонд сдавали то есть, например, я сдаю одну акцию основного предприятия мне дают 10 акций пустышки ЗАО-2? ЗАО-2 а потому что он гарантировал всему руководящему составу что я беру на хранение и они будут хранить он же не себе вроде бы как брал договор хранения подписывали акции не подписывали и получается, что люди были акционером вот этого акционерного общества ЗАО-2 но так как он имел там 70% акций вот этого клона то он мог распоряжаться в том числе и уставным фондом значит сдало более 200 человек туда это в основном рабочий состав те, которые на заводе работали и сдали не просто так вот есть тоже куча показаний сдали или продали? сдали не хотели сдавать, если откровенно говоря потому что чувствовали шофера ну, подкупило что? сейчас объясню вот вы задали вопрос значит даже я сомневался как юрист почему? потому что при вот этом ЗАО-1 о самом предприятии существовало дочернее предприятие раньше оно было называлось коллективно-арендное предприятие оно было основным и получается вот этому коллективно-арендному предприятию так у которого была вся собственность вот и было в 99-м году создано вот это ЗАО-1 основное предприятие и вот это ну, вернее оно было получается неоснованно в 99-м году в нем ничего не было при создании, только вот люди, что стали акционерами. И потом ЗАО-1, то есть вот это что основное, ну вернее на то время не основное, оно свои тысячу акций продает коллективно-аредному предприятию, а за тысячу акций коллективно-аредного предприятия все активы, ну не все, а основную часть активов перекидывают в это ЗАО-1. И получается, что вот правоприемником коллективного арендного предприятия становится вот это ЗАО-1. А какие активы? Активы? Значит, товарные знаки, виноматериалы, оборудование, вот этот цех, товарные знаки, чтобы вы понимали, вот оценка одного товарного знака, Линзион проводил, попросили эксперта, 3 миллиона гривен. Часть активов осталась на этом дочернем предприятии, в этом коллективном арендном предприятии. И на нем остались все долги. Вот. И потом его переименовали коллективно-арендное в дочернее предприятие, потому что оно перекинуло все активы в ЗАО-1. Потом был создан вот этот клон, ЗАО-2. И получилось ЗАО-1, ЗАО-2 и бывшая коллективная арена, которая называлась дочерним. Значит, чтобы убрать вот это дочернее предприятие и активы, за 25 тысяч гривен активы покупают в ЗАО-2, у дочернего предприятия. Хотя стоимость активов, учитывая, что там было 20 товарных, 20 или где-то 30 товарных знаков, это где-то более 60 миллионов гривен. Вот. Он покупает за 25 тысяч гривен. Плюс перекидывается с Вина Интернешнл вот этот вот цех. И получается, что у ЗАО-2 уже как бы есть и определенные активы. Вот. И как бы тогда и подозрение получается, что может в это ЗАО-2 будет перекидываться все остальное. Он как бы такую иммунку кинул, что перед приватизацией, которая будет, мы, пожалуй, действительно вот это активы переведем туда. И ко мне руководящий состав подходил и говорит, Серега, что делать. Я говорю, честно говорю, я сам не знаю, что у него в голове. Он может оставить и так, и так. Вот. То есть, сделайте так. Вы часть акции отдайте. Вот. Если, а там же не просто, что сдать на хранение, там куча показаний, что кто не сдаст на хранение, значит, тот враг предприятия, лично мой враг, и будет уволен. Это, опять-таки, я говорю, не просто мыслово, это где-то десятков, там, пять или шесть показаний людей, которые вот это слышали и которые официально дали показания как прокуратуру, так и, там, груди ментам. И готовы были дать еще, там, человек сто или более, ну, эти менты сказали, что нам этого вот так, хватит. В принципе, сомнения были больше, что это какая-то афера, вот, потому что я думал так. Это ж, если так, то это надо кучу товарных знаков, основная часть была же на заводе товарных знаков, поэтому это куча товарных знаков, это огромный кусок работы. Дальше переоформляют там договор, тот же договор о аренде, если, например, считать ЗАО-2 по тому основным предприятиям, как бы смысл вот этой перекидки, вот, то есть, поэтому я один из немногих, вот, который не сдал на хранение, но я при этом ходил к Лензиону, председателю наблюдательного совета и сказал, вот, я вот даю вам, говорю, слово чести, вот, что если у Александра Петровича, оно умеет, то, что он там действительно хочет сохранить там предприятие и боится просто, чтобы люди там лево мне отдали, я вам гарантирую, лично, вот, клянусь, там, говорю, своими родственниками, матерью, там, что я даже за 100 тысяч долларов свой пакет продавать не буду. Поэтому вот насчет меня, говорю, вы можете, ну, я хочу вот эти акции, чтобы они просто были у меня, вот и все. Вот, поэтому после такого разговора, понятно, что передали, никто меня уже, как бы, не трогал, потому что смысл, как бы, вот, если ты говоришь вот о трейдерах, вот, и вот они у тебя, чтобы не было соблазна, вот, а тут, если я дал слово, то понятно. Как события дальше развивались? Значит, дальше, таким образом, вот 2003 год, а, и там были еще моменты, значит, часть была моментов, ну, тут уже не уголовщина, тут чисто нарушение гражданского и цивильного права, вот, это, например, передача акций, контрольного пакета банкового. И такое было. То есть это нарушение первоочередного права акционеров. А при чем здесь банковое? Он в 2003 году, да, в 2003 году, когда вот это, были перекинуты акции, вот, значит, была проверка Генпрокуратуры. И там чего-то раскопали. Скорее всего, что вот эту эмиссию, вот. И, видно, сказали, что ты взял себе то, что тебе не принадлежит. И по определенной информации от его лица, скажем так, который в кругу его диска был, вот я узнал, что он чемоданчик поднес, чтобы этот вопрос закрыли. Вот. И помню, что было, что комиссия установила, которая проверяла, что да, вот, эмиссия там незаконная, и, там, штраф какой-то выписала, вот, и на этом и закончилось. Хотя они, в принципе, должны были все это снести. Ну, деньги, как бы, сырали свои роли, оно, как бы, вот, закрылось. Ну, никто вот эту проверку не показал. И большинство людей, вот, как я понял, что даже до того, как немцы появились, они не знали, что даже была дополнительная вторая миссия. То есть, аж до появления немца. Вот, насколько это было тайно. Хорошо, Банковаль, какую роль сыграл? Банковаль, значит, после вот этой прокуратуры, он побоялся, что у него могут отобрать, вот, и он на кого-то выходил, скорее всего, что подозреваем, может, Сушко. Вот, и вы можете представить, насколько должна быть крыша, гарант, что я продаю Банковаль акции, тоже за спиной людей. Это же тоже никто не знал, ни один человек не знал. И сколько времени прошло, я до сих пор не смог достать вот этой договора купли-продажи Банковаль. Это только обнаружили в интернете, что антимонополий комитет оштрафовал Банковаль за приобретение контрольного пакета. Вот. И потом, это был где-то 2006 год, или 2007, точно не помню, только не с 2006, только начало 2007, что вот эти акции, которые сдавались от ЗАО-2, вот, получается, что в ЗАО-2, в принципе, на какой-то момент практически ничего не было. У Мацка осталось только 264 акции его. А то получилось в овале, и там какая-то небольшая часть вот в ЗАО-2, а остальное у Банковаль. То есть, ну, в принципе, можно посчитать. То есть, 51% где-то у Амали, а остальное там у ЗАО-2. Ну, он как бы очень рисковал. Если бы, например, вот этот Гарант, который договорился с Амалем, где-то что-то с ним случилось, то Банковаль был не отдал. Вот. А так получается, что пришло вот время, вот, а время пришло, это когда вот этот он, немца нашел. Сколько у Амали акций лежали, 51%? Они лежали у него с 2004 года. И по? По 2000, конец 2006. Два года почти. Да. А это был фиктивный договор, или Москва получил какие-то деньги? Я думаю, это был реальный договор. Вот. На чёрт денег не буду говорить. То, чего я не знаю, я никогда не говорю. Как акции обратно вернулись? Значит, судя по тем бумагам, что я достал, значит, потом акции оказались у страховых компаний каких-то. То есть, оно дальше шло. И потом покупка была, вот это ЗАО-2 купила акции у этих страховых компаний. Вот, по какой цене, не знаю. Вот, ну, там была какая-то договоренность. Вот, что, скорее всего, что это была не реальная цена, это была просто цена за сохранение. Вот так. Угу. Они так оформили. Да. Ну, это, наверное, я же говорю, что какой-то был крутой гарант, чтобы, я даже не представляю, чтобы контролировать, банковать. Вот. вот, я бы, например, меня бы отдали чуть-чуть, и мне отдали. Хорошо. Что происходило дальше, когда акции вернулись на ЗАО-2? И тут еще интересный момент. Значит, он не потратил ни копейки, чтобы забрать обратно. Объясняю. Значит, в этом ЗАО-2 оказалось 20 товарных знаков, причем эти были фактически основные. Ну, можно сказать, не основные, а среднего уровня. Вот среднего уровня один знак стоил 3 миллиона. Основной знак советский, он был все-таки в ЗАО-1. И по оценкам экспертов, например, в России его оценили, 120-150 миллионов долларов он стоит. Это в России. В Украине такой оценки не было. А мы, Киевский завод шампанских мин, его в 93-м году зарегистрировал самый первый после развала Союза. Поэтому у нас право приоритета. И мы при желании, если хотели, мы бы запретили и Харикон, и Одесса, но это долго. Но все равно это виртуальные активы. Идем дальше. Виртуальные, ну не виртуальные, но я вам сейчас скажу. Значит, имея 20 товарных знаков, этикетка клеилась, и оно получается, что принадлежало уже вот этому ЗАО-2 клону. Вот. А выпускалась ЗАО-1, то есть основные предприятия. А ЗАО-2 получала роялти с этого. Все правильно. И этих роялти было 6 миллионов гривен. В месяц? Не в месяц, в год. Ну, были, кроме того, комплектующие проходили, этикетка, колбачок, то есть это как буфер был, который вот посредник. То есть фактически ЗАО-2 доила вот основное предприятие, а в ЗАО-2 никто зарплаты не получал. То есть 500, даже 600 человек, которые работали на ЗАО-2, они работали фактически на ЗАО-2, потому что в ЗАО-2 числилось только 2 человека. Мацко и один бухгалтер Лариса, которая, как я знаю, нихера не имела кроме зарплаты. Учредителем ЗАО-2 кто был? Мацко? Учредителем ЗАО-2 первоначалом был Мацко плюс две страховые компании. Потом получается, что в счет обмена 250 акционеров. Но есть заключение юрийской фирмы, которая давала консультацию для того же завода сейчас. Фирма называется Павленко Партнеры, которая сказала, что весь этот переход акционеров незаконен. То есть там есть нюансы, что вся сделка была незаконной по переходу. Сережа, вот этот весь период, кто юридически консультировал все эти действия? Любович. Значит, он меня в эти дела не посвящал. Он как-то пробил меня так, что если забрать акции, он и поднимался, может немного побаился, хотя за все года я никогда его не поставил. И менты на меня выходили, СБУ-шники, и конкуренты. Представьте, предлагают 300 долларов мне за каждую страницу, но я ни разу его не предал. Какую в этом роль процессе играл Романский? И когда он включился активно в это все? При немцах. он понял, что ему ставить надо на немцев. Он просто использовал Мацко и сделал все, чтобы добиться доверия немцев. То есть конфликт начался когда он его привел к власти. В 2006 он дал ему полномочия. Короче говоря, чтобы вы поняли, что за человек, работа в финансовом отделе своего начальника день рождения это мне как бы человек, который контактировал с ними, потом он рассказал, что Надежда Николаевна поздравил с днем рождения, говорит, вы не как мать родная, а в столе у него лежит приказ о его смещении. Хорошо. Главная причина конфликта между ними? Главная причина жадность романского и то, что он начал крестьянничать. А в чем это выражалось? Я в принципе знал все. Но я никогда не собрал свой нос. Каждый что-то имел, я знал, где каждый что-то имел. но я смотрел за тем, чтобы это не вредило носков, это не вредило предприятию. Если там что-то вывозил, я так не означаю. Я понимаю, что в принципе носков в курсе, что ты это делаешь, но люди разговаривают, поэтому убав аппетит. Убав аппетит. То есть оно как бы проследило, что я был таким звеном, который не давал гробить предприятия и в то же время не давал подставлять в Москву, потому что рано или поздно, если бы людям наглели, то оно поэтому как бы всем было нормально. То есть говорится, знаешь, что на всех предприятиях надо знать меру. А этот когда пришел, то это полный аут начался. Значит, можно в разумных пределах там вот и потом он понятно, что когда предприниматель вот это деньги наложных, то там он должен за год 2400 заплатить по 200 гривен в месяц. Чтобы обналичить то с такса 5-10%. Его жадность была такова, чтобы даже вот эти 5% не платить человеку, он поставил своих даже родственников. То есть на маму там оформил, на сестру родную. Он платил на эти мамины 1,5 миллиона 700 на сестру, 600 тысяч на маму. Мама за 70 лет, боже, одуванчик, необразование, и как бы одна фраза, маркет, она работа проведена. Ну и как бы и плюс образ жизни, какой он там начал вести. Вот мне как рассказывали, что там сережа Марченко вроде как голубой, так я и не мог понять, то ли он с девочками, то ли. Ну короче, водитель его видел, один из водителей его видел в гейбуре. Его жену называют Сережа Марченко. Сам начальник снабжения. Вот человек тупой до беспредела. Ну получается, что отдыхать они вместе всегда ездят. За рубежом. А Сережа Марченко сейчас работает? А как говорили в 2100г году у него ветрянка была, он по три раза ездил к нему домой. В день, в день. Сколько Романский отправил денег на маму и на сестру? На маму где-то 1800, на сестру где-то 1800 Это за весь период? Это начиная с 2000 документов еще надо учитывать, что Но, может, это было еще и раньше, но не в таких размерах, а когда у нас сильная груза начала простаться, тогда начали собираться документы. Поэтому, если посчитать те документы, которые есть, то это где-то миллион восемьсот. Было два аудиторских акта. Одно было по акциям, которые говорят, что это все незаконно. Второй был по финансам. Значит, по финансам там, в основном, был Романский. Но была одна проблемка. Значит, я задал вопрос. Там Москва тоже был, но там была незначительная часть. В основном, это был Романский. И я задал вопрос. Почему Романский, если это все его подписи и его распоряжение, оказывается, что вот эти, что проводили аудиторическую проверку, мы не эксперты. Подписи и так далее. Значит, в шапке, оказывается, было написано Москва. То есть он подписывал, наверное, думаю, что специально, потому что он вот эти договора приносил уже мне готовые. И я их не визировал. Вот. Он писал Москва. Поэтому получилось, что вся вот эта керня вылезла нам Москва. И потом мне вот этот следак говорит, что это надо проводить экспертизу, но это нормально, это в процессе как бы все потом вылезет, что эксперт провел. А, даже я там доверенности дал. Вот, что вот доверенность Москва на Романского на правую подпись и так далее. Вот говорю, все у вас есть, только вам, получается, чисто надо работать, что по Романскому вот это доказать. Но получилось следующий этап. Каким-то образом, вот, Голосильский районный суд, который не имел отношения по территориальности ни к предприятию, ни к заявителям, ни к тем, кто ответчикам, вот, они тоже не проживали в Голосильской районе, вот, вынес решение про спасувание постановок про порушение криминальных справок. Что сейчас, чего сейчас добивается тот коллектив, который ты представляешь? Коллектив, я уже озвучил, понимает, что он своими силами не справится. Вот, люди хотят нового хозяина. Они готовы отдать свой пакет, то есть готовы подписать определенные договора даже, там, например, без даты, вот, что в случае возврата, вот, они отдают, ну, раньше была договоренность 50, но потом посчитали, что 50, может, даже будет мало. Вот, поэтому каждый отдаст, там, более 50%, чтобы у человека, который это все вернет, был контрольный пакет, то есть он фактически становится хозяином. Но должны быть подписаны гарантии на обязательства, то есть по людям, что он, как бы, людей не увольняет, что людям, многим дают доработать до пенсии, вот, а сейчас я знаю, что пенсионеры все, вот, под метлу. Вот, то есть сейчас осталось из 600 человек 300 и идет дальше, вот, то есть он убирает всех, тех, кто когда-то работал в МОЦКО, даже тех, вот, которые там нигде не светились, ничего там не подписывали. То есть получается, вот этих 49% акций так и продолжается у людей находиться? У людей сейчас практически ничего нету. Значит, 75% оказалось у МОЦКО. Так, значит, объясню, 49,9% оказалось у ЗАО-2, фактически это был МОЦКО, но это юридическое лицо в ЗАО-2. Остальное оказалось у МОЦКО, то есть он, как бы, выкупил, вроде, напрямую часть акций у строковой компании, а часть выкупила ЗАО-2. Таким образом, вот, у него вот этих, что 264 акций, а он 264 акций подарил Хенкену и таким образом ввел его в ЗАО-2. Для того, чтобы вернуть все, есть один простой момент. Нужно скинуть вторую эмиссию. Вторая эмиссия была в 2001-м МОЦКО. На выпуск акций выдается свидетельство, то есть плюсуются предыдущие акции, плюсуются эти. То свидетельство аннулируется и там пишется, что количество акций, другой установок, он меняется. Поэтому все сделки, которые просадили, они были после второй эмиссии на основании свидетельства. И если убирается вторая эмиссия, все сделки убираются. А потом нужно будет вернуть полтора миллиона гривен тем, кто заплатил за вот эти акции. Ну, понятно. То есть получается, что немцам надо будет вернуть полтора миллиона. И то возвращать будут не люди, а возвращать, расстрелять тоже МОЦКО. А МОЦКО уже потом будет судиться с людьми. А судиться он будет лет 10, потому что ему надо подать 300 исков по каждому. Значит, по моим подсчетам, сейчас черного анала этот Херма, малый он, имеет где-то 3 миллиона долларов. В месяц? Вот. Миллион долларов только на виноматериалы. Потому что эти вот виноматериалщики жаловались, вот, говорят, МОЦКО это был ребенок по сравнению с этим. Если он, как бы, намекал, и мы там ему что-то давали, ну, по своему усмотрению. Ну, например, вот, я знаю, что они подарили ему Мерседес. А этот конкретно, вот, он посылает у Марченко, вот, пидора этого, говорит, вот это, называй такую-то сумму, процент и все. Вот, чтобы вы поняли, вот, в том году было 30 миллионов, или нет, 40 было миллионов гривен затрачено. В этом году по бюджету, я знаю, более 70 миллионов. Хотя виноматериала по количественному выражению не увеличилось. И по цене он практически такой же самый. То есть, получается, более 30 миллионов гривен. Откат. Это переплата. Соответственно, откат с 30 миллионов, я думаю, что миллионов 10 гривен это точно. Вот, может и с половиной, может 15. Ну, поэтому я четко говорю, что миллион долларов там, цивилизм. Кроме того, качество то, которое возится. Вот, часть возится порошковая. То есть, вода мешает там с порошком, как мне говорили. Вот, потом это все бодяжится. Можете представить, какой это, вот, какие это суммы. Вот, поэтому, есть мнение, что, может, даже немцы не знают за виноматериал. Если они по остальным там знают, маркетинг, сколько он пройдет. Немца интересует земля. Значит, этот завод живет до приватизации объектов. Как вот эта программа Янукович подписала, что до 2014 года будет приватизировано все объекты. Поэтому они уже ждут этого, что будет приватизация государственной части, целостный имущество комплекса. Тут целостный имущество комплекса в виде зданий и сооружений. Тут получается так, что начиная с 92-го года еще, то есть коллективная аренда, увеличилась стоимость за счет ремонта. И теперь получается, что этот целостный имущество комплекса, это неделимое целое. Часть, получается, ну, как бы, было коллектива, сейчас немцы, вот, а часть государства. Так вот, та часть, которая государства, вот, стоимости, она будет приватизироваться. И согласно договору аренды земли и договору аренды целостного комплекса, в обеих договорах повторяется, что в случае приватизации государственной части земля будет вне конкурса, то есть по балансу листовости выкуплена. Таким образом, они на шару фактически приобретут вот этот земельный участок, два, вернее, семь с половиной гектаров на Северце и полтора миллиона, и полтора гектара на поляне. И того восемь с половиной гектаров. И получается, что на кону стоит более ста миллионов долларов, если все посчитать так вот.